Бизнес-ФМ Ростов. Свидетельство Л-номер ТУ 6101-103 от 8 декабря 2014 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационной технологии и массовой коммуникации по Ростовской области. Для слушателей старше 16 лет. Бизнес-ФМ. Первое деловое радио. Главные темы. Новости на Бизнес-ФМ Ростов. Микрофон Авартан Синеджанс. Здравствуйте. Коротко, главные темы. ФАС разрешила купить кубанскому бекону хозяйство в Ростовской области. В Донской столице появится маленькая Шотландия. Кочующие избушки возмутили ростовчан. Компания, которой владеет семья сельхозминистра России Ткачева, покупает хозяйство в Ростовской области. А именно, кубанский бекон намерен приобрести 100% доли в уставном капитале ООО «Прогресс Агро». Федеральная антимонопольная служба одобрила покупку. Об этом сообщает информагентство Дон24.ру. Напомню, «Прогресс Агро», находящийся в Песченокопском районе, ведет производство зерновых и имеет собственные фермы. Хозяйству принадлежат земли площадью около 13 гектаров. Добавлю, в ноябре прошлого года СМИ сообщали о том, что кубанский бекон приобретен агрокомплексом Ткачева. Донские многофункциональные центры продолжают развитие комплекса услуг для бизнеса. Уже сегодня через формат одного окна возможно подать документы на получение 122 услуг. Через МФЦ обращаются не только за государственной регистрацией юридических лиц, но и решают вопросы получения земельных участков в собственности аренду, заключают дополнительные соглашения к договорам аренды, безвозмездного пользования землей, получают разрешение на строительство, готовят документы о переводе жилого помещения в нежилое и наоборот. В прошлом году сеть моей документы оказала для бизнеса более 300 тысяч госуслуг, а это 15% от их общего количества. Теперь предприниматели могут обратиться в центры и за получением различных форм господдержки, сообщает пресс-служба правительства области. Десять деревянных избушек появились в пешеходной зоне на Соборном. Они перекрыли проход, чем вызвали возмущение ростовчан. По их мнению, Соборный переулок превращается в торговую аллею, по которой невозможно пройти. Сотрудник пресс-службы местной администрации Александр Шиповалов, ссылаясь на городское управление по торговле и бытовому обслуживанию, рассказал, что в ближайшее время для удобства пешеходов все деревянные домики выставят в один ряд. Сегодня здесь продается сувенирная продукция и изделия народных промыслов. Ярмачная торговля организована в рамках эксперимента. Однако, если это условие будет востребовано у ростовчан, то ярмарка на Соборном продолжит свою работу и в третью. Однако избушки, которые перенесли на Соборный с площади Советов, возмутили не только пешеходов, но и сотрудников безлижайших торговых точек. Сотрудница одной из кондитерских «Виктория» рассказала, что домики закрыли вид на переулок и на парк Горького. Их поставили в два ряда. Если бы в один ряд как-то поставили, ну еще более или менее, ну опять-таки, закрывают все. То есть, если наше правительство хотело сделать Соборную улицу как бульвар, например, как в Москве, да, бульварную, то для чего здесь-то доставят эти домики? Она также отметила, что торговые палатки, которые ранее появились на Соборном, перенесли ближе к центральному рынку для удобства горожан. И считает, что избы нужно перебазировать туда же. Ну, с одной стороны, не очень хорошо, но это красиво, это сделано под старину. Тут я как бы, если брать внешне, да, естественно, это лучше, чем эти палатки ободранные. В любом случае, лучше вот такие домики, нежели палатки. Как бы город нужно как-то приводить в порядок. А эти палатки столько боролись с этими ларьками и палатками, все поубирали, и вдруг опять палатки. Вот домики как бы, ну это красиво. Красота красотой, но есть и документальная сторона. Торговые стационарные объекты в Ростове должны быть единой утвержденной формы. Насколько законна установка таких избушек, рассказал координатор гильдии предпринимателей КВАСа Герман Дрожжин. По его мнению, эти избушки пойдут уже по избитому пути. Будет в официальном Ростове опубликовано постановление мэра о том, чтобы на этом месте будет работать ярмарка. А уже как для ярмарки устанавливаются 5-10 ларьков, работают вот как на площади Карломарца установлено ярмарка, как на Комсомольской площади. Вот так будут работать. Дадут людям эти ларьки, будут дороговать шаурмой, другими товарами, не знаю. Я считаю, что это незаконно. Напомню, деревянные избы впервые появились в канун 2015 года возле входа в парк Горького. Весь год они стояли по другую сторону от входа и занимали часть тротуара. Перед новым 2016-м они перекочевали на площадь Советов перед правительством Ростовской области. А после праздников избушки нашли себе новое место на Соборном переулке. Маленькая Шотландия появится у ростовчан. Парк имени города Глазго раскинется почти на 9 футбольных полях в районе реки Тимирник вдоль улицы Лелюшенко. В нем установят аттракционы и беседки, построят административно-бытовой корпус, концертную площадку, оборудуют места для уличных тренажеров и отдыха людей с ограниченными возможностями. Символику шотландского города используют на входных группах. Научно-производственное предприятие «Ориентир» сейчас продолжает выполнять проектные изыскательные работы. Как отметил первый замглавы администрации Ростова Сергей Кузнецов, нужно подготовить предложение по размещению в парке бизнес-объектов. Они должны сделать его инвестиционно привлекательным. На проработки и вопрос с парковками. Теперь о валюте. Официальный курс Центробанка на 20 января. Доллар 78 рублей 49 копеек, евро 85.30. И о погоде. В среду в Ростове пасмурно. Утро стартует с минус 4, днем минус 3. Ветер сильный, преимущественно западный. Его скорость около 9 метров в секунду. Атмосферное давление 760 миллиметров ртутного столба. Информация, предоставленная интернет-сервисом Яндекс.Погода. Афиша на Бизнес.ФМ.Ростов. С самыми интересными культурными событиями ближайших двух дней познакомлю вас я, Наталья Тарасова. Здравствуйте. Ростовская художница Ольга Строганова рисует ирисы на батике и потале. Ее работы можно воспринимать и как произведение искусства, и как детали интерьера. 20 января в Азовском музее-заповеднике открывается первая в этом году выставка. Ольга Строганова представит на ней в числе прочих работ классическую живопись. В этот же день и в том же Азовском музее для любителей знатоков фауны открывается экспозиция природы Нижнего Дона. Посетители смогут в прямом смысле прикоснуться к природе. Погладить чучело степного волка или лисы не удастся, а вот услышать их вой и потрогать шерстку можно. Для этого экспозиция оснащена звукомануальными блоками. Всего на выставке представлено 600 экспонатов. Очередная музыкальная среда на газетном будет посвящена святочным гаданиям. Студенты Ростовской консерватории натурально и вдохновенно будут петь старинные калятки и частушки, а искусствоведы расскажут о традициях празднования святок на Дону. Крещенский вечерок пройдет в особняке Солодова. Дом недавно отреставрировали и передали Ростовскому областному музею краеведения для выставок и мероприятий. Начало действа в 7 часов. Недавность и незабвение. Так называется выставка, которая открылась в Волгодонском художественном музее. На ней документы на трех языках и фотографии, которые повествуют о военных преступлениях, совершенных 70 лет назад. Музей-заповедник «Сталинградская битва» предоставил экспонаты из своих фондов. Это воспоминания и письма ростовчан, ставших узниками фашистских концлагерей. В числе организаторов выставки – Министерство культуры, Российская государственная библиотека, Волгоградское военно-историческое общество. Гокас Мадаян не был ни ростовчанином, ни нахичеванцем, зато его именем названа улица в Ростове, и сам он считается почетным гражданином города. В том, что 14 февраля Адонская столица празднует День своего освобождения, огромная заслуга этого армянина. Батальон Гокаса Мадаяна отвоевал ростовский вокзал и шесть дней держал его оборону. Они отразили 32 атаки, дожидаясь подкрепления. В Ростовском областном краеведческом музее открылась выставка, посвященная жизни и подвигу этого блистательного военного. Повод – 110-летие со дня рождения. Быть или не быть – ответ на самый популярный в мировой литературе вопрос пытаются отыскать в молодежном театре. Во вторник он превратится в замок Эльсинор с его страстями, сумасшествиями и призраками. Зрителей проведут по подвалам и служебным помещениям театра, заставят танцевать средневековые танцы вместе с актерами и входить в нечаянно подвернувшиеся роли. Трагедию Вильяма Шекспира «Гамлет» в постановке Владимира Чигишева покажут всем. О самых стоящих культурных событиях Ростова и области рассказывала вам я, Наталья Тарасова. До встречи. В эфире «Бизнес-ФМ» обзор деловой прессы в студии «Вартан Синеджанс». Здравствуйте. Северному добавят кинозалов. Ростовская компания ООО «Антрацит» вложит 2,5 миллиарда рублей в торгово-развлекательный комплекс с 12-ти зальным мультиплексом. Как пишет в свежем номере город Н, его построят на пересечении проспекта Космонавтов и бульвара Комарова напротив парка «Дружба». Площадь объекта 40 тысяч квадратных метров – это почти на четверть больше, чем у расположенного в километре торгово-развлекательного центра «Вавилон» – единственного комплекса с кинотеатром в северном жилом массиве. Эксперт издания считает расположение нового объекта удачным, но предупреждает, что за прошлый год посещаемость кинотеатров снизилась на 30-40%. Кинотеатр «Ростов» ждет реконструкции. На минувшие недели он закрылся. С 2013 года основной владелец компании «Молгрупп Девелопмент» несколько раз выставляла на продажу этот объект, но покупателей так и не нашла. Теперь собственники решили превратить кинотеатр «Ростов» в киноконцертный зал. Стоимость реконструкции может составить от 30 до 50 миллионов рублей. Московскую встроят в торговлю. Гостиницу в центре «Ростова» приобретает компания «ХДМЮ», которая управляет торговым центром «Мир ремонта» в Аксае. Как пишет коммерсант «Ростов», сделку закроют в течение ближайших двух месяцев. Сумма покупки не раскрывается. Возрождать гостиницу в здании новый инвестор не намерен из-за большого числа уже строящихся в городе отелей. В ходе реконструкции площадь увеличится, часть помещений переделают под торговые площади. Эксперты издания указывают, что торговый объект окупится быстрее, чем отель, но предупреждают, затрат на реконструкцию превысит цену покупки в разы. Это был обзор деловой прессы на «Бизнес.ФМ». Самые быстрые новости на «Бизнес.ФМ». Брейкин-ньюс. Политика и экономика. Россия и мир. Биржевые площадки. Каждые 15 минут. «Бизнес.ФМ». Реальная информация в реальном времени.